Доброго вечера, друзья! У микрофона одинокий копырь. Сегодня пойдет разговор о такой интересной и желанной находке каждого копыря, как височное кольцо. Целиковые височные кольца, конечно, мы не находим, но какие-то обломочки попадаются в полях и в лесах достаточно часто. Ну что, присаживайтесь поудобнее, я начинаю. Ученые пишут, что славяне, расселявшиеся в VI-VIII веках по лесной полосе Восточной Европы, оказались оторваны от традиционных мест добычи цветных металлов. Поэтому вплоть до VIII века у них не выработалось какого-то особого, только им присущего типа металлических украшений. Славяне пользовались теми, что бытовали тогда по всей Европе, от Скандинавии до Византии. Все это относится и к своеобразным украшениям женского головного убора, укрепляющимся обычно возле висков. Из-за такого способа ношения археологи называют их височными кольцами. К сожалению, древнеславянское слово, название этого украшения нам неизвестно. Как показали раскопки, височные кольца носили в Западной и Восточной Европе, на Севере и на Юге. Носили с древних времен, и тем не менее, к VIII-IX веках их стали считать типично славянскими украшениями. Такой популярностью они начали пользоваться среди западноевропейских племен. Постепенно мода на височные кольца распространилась и к восточным славянам, достигнув у них наивысшего расцвета в XI-XII веках. Славянские женщины подвешивали височные кольца к головному убору на лендах или ремешках, красиво обрамляющих лицо. Иногда кольца вплетали волосы, а кое-где даже вставляли в мочку уха, как серьги. Ношение височных колец зависело от возраста и статуса женщины. Девочки-подростки, еще не вошедшие в возраст невест, совсем не носили височных колец или в крайнем случае носили самые простенькие, согнутые из проволоки. Девушки-невесты и молодые замужние женщины, понятно, нуждались в усиленной защите от злых сил, ведь они должны были беречь не только себя, но и будущих младенцев. Их височные кольца, поэтому особенно нарядные и многочисленные. А пожилые женщины, переставшие рожать детей, постепенно отказывались от богатых украшений височных колец, передавая их своим дочерям и вновь меняя на очень простые, почти такие же, как и у маленьких девочек. В разные времена и в разных местах височные кольца и другие украшения отличались друг от друга. Конечно, никто не утверждает, будто в каждом из этих мест носили только какой-то один тип височных колец. Речь идет лишь о его преобладании. Например, кольца с красивыми филигранными бусами долго считалось типично киевскими, однако затем почти такие же были обнаружены в курганах Ростова-Суздальской земли и иных районах Северо-Запада и Северо-Восточной Руси. И сделалось ясно, это просто изделия высококвалифицированных городских ремесленников, предназначенных для знатных и богатых людей, а частично на продажу. В тех же самых местах вместо ажурных металлических бус нередко нанизывали более доступные, стеклянные, янтарные, реже каменные. Попалось и археологам даже просверленная вишневая косточка, которую, надев на проволочку, какая-то славянская красавица носила на виске. По данным археологов, на рубеже XI-XII веков стали развиваться и распространяться семилопастные кольца. Для данного типа характерны малые размеры, каплевидные, скругленные лопасти и отсутствие боковых колечек. В первой половине XII века на кольцах появляются боковые колечки, заштрихованный орнамент, заходящий на каждую лопасть острыми кончиками секировидной формы лопасти. В середине века существовало много переходных вариантов семилопастных колец. Например, бывают кольца с боковыми колечками и каплевидными лопастями, с орнаментом и каплевидными лопастями, с секировидными лопастями, но с не заходящими на них орнаментом и т.д. Для поздних колец характерно наличие всех трех признаков. Развитие семилопастного кольца во второй половине XII-XIII веков идет по типу увеличения размеров, а также усложнения узоров и орнаментов. Существует несколько типов сложных колец конца XII-XIII века, но все они достаточно редки. Количество лопастей может быть также три или пять. Однако их количество не влияет ни на типологию, ни на хронологию. Нельзя не обойти внимание одну неувязку, отмеченную доктором Равдиной. Дело в том, что район, где выявлено наибольшее количество поздних семилопастных колец, а именно Подмосковье, согласно летописям, вятическим не был. Напротив, летописные вятические верховья Аки характеризуются небольшим количеством находок и этого типа колец. Отсюда встает законный вопрос, правомерно ли считать поздние семилопастные кольца атрибутом племени вятичей. На сегодня это все. В следующем видео поговорим о ювелирных изделиях вятичей, технологии изготовления тех же самых височных колец, перстней и других украшений. До новых встреч, с вами был Одинокий Копырь.